Делать уроки будет проще, слушать музыку удобнее, смотреть фильмы быстрее. В любое время суток у Тимура Югая под рукой теперь высокоскоростной интернет. Мама Татьяна рассказывает, раньше в их небольшом поселке, где проживает меньше 500 человек, об этом можно было только мечтать. Но в дом протянули оптиковолоконный кабель. Теперь по телевизору показывает больше 100 каналов, к тому же в цифровом качестве. Очень будет интересно детям посмотреть познавательные передачи, всякие интересные, которые для них будут и про животных, и про природу, полностью окружающий мир. Конечно, интернет, он нужен детям. В семье Югая воспитывают четырех детей, в их дом интернет провели бесплатно. С настоящей цифровой революцией жители поселка Новоревякинский Ясногорского района поздравляет министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров. Говорит, грань между поселком и городом стирается, и сельским жителям становятся доступны передовые технологии. Сегодня с губернатором подписали соглашение, чтобы дальше все поселки и деревни тоже оснащать. Мы даже рады, еще скажу. Ну, такой новогодний подарок для вас. Точка доступа высокоскоростного интернета появилась в поселке на днях. Ее установили в рамках федеральной программы устранения цифрового неравенства. На расстоянии 200 метров от нее селяне могут воспользоваться еще и бесплатным Wi-Fi. Такие точки уже действуют в 128 населенных пунктах региона. Николай Никифоров рассказывает, еще 95 сел, в которых проживает от 250 до 500 человек, получит высокоскоростной интернет в течение одного-двух лет. Это как раз пример реализации той задачи, которую поставил президент в рамках послания в части подключения всех учреждений здравоохранения. Потому что, приходя в такие населенные пункты, все, что по пути прокладки кабеля или в таком населенном пункте, все учреждения здравоохранения также будут по таким высокоскоростным линиям подключаться, а значит, там будут внедряться информационные технологии и улучшаться качество обслуживания. Будут улучшать в регионе и почтовые услуги. В Туле в этом году модернизировали одно из самых крупных городских отделений связи на Красноармейском проспекте. Николай Никифоров показывает, вместо трех теперь здесь работает сразу восемь окон. Появилась электронная очередь. Как результат, время ожидания сократилось в четыре раза. Теперь на то, чтобы получить или отправить бандероль, или заказное письмо, у клиента уходит не более десяти минут. В новом формате до конца года должны заработать 160 почтовых отделений области. Модернизация работы коснется крупных городских отделений, в том числе в райцентрах. Почта России очень большая, страна очень большая. У нас 42 тысячи отделений. И очень важно сделать такие изменения, чтобы они были недорогие, но при этом они обеспечивали выполнение самых главных задач. Чтобы не было очередей, чтобы людям было комфортно. Письма уже не так популярны. Сейчас на первое место выходят посылки, поэтому мы видим вот эту отдельную зону выдачи посылок. Только за последние четыре года количество международных посылок увеличилось в десять раз. Сейчас в области работает 559 почтовых отделений, большая часть из них в селах. Но из-за малого числа жителей содержать многие стало нерентабельно. Однако почтовые отделения выполняют важные социальные функции. Чтобы сохранить, их переводят на индивидуальные графики работы. Но ни одно сельское почтовое отделение, пообещал Никифоров, закрыто не будет. Надежда Милехина, Руслан Кравченко, Первый Тульский.